Живший в тенях царства хаоса Ваштор Аркифан тысячелетиями не появлялся в реальности. Однако, с наступлением эры Индометус, древний демон явил себя вновь. Заключив союз с Абаддоном Разорителем, Ваштор Аркифан вознамерился возвыситься и стать не просто очередным могущественным демоном, но новым богом хаоса. Сквозь бескрайние космические пустоши Земли Потерянных Душ медленно шла древняя баржа Легиона Састартес. Окутываемый потоками варпа, корабль цвета черненого железа постоянно привлекал стаи демонических фурий, которые следовали за судном какое-то время, словно стайки мелких рыб за огромным левиафаном. Однако, поля Геллера не давали демонам пробиться внутрь, и те, потеряв интерес, исчезали, пока на их место не прилетали новые. С момента постройки баржа много где побывала, однако в столь отдаленное место ей еще не приходилось путешествовать. Хоть как-то придерживаясь заданного экипажем курса, звездолет проходил мимо причудливых конструкций, порожденных умами смертных и силами демонов. Так, если бы члены экипажа подняли щиты на обзорных люках, то смогли увидеть целые моря кипящей смолы, текущие через окаменелые леса, огромные причудливые лестницы, уходящие в небо, где они соединяются в причудливую петлю, или же цитадели из костей и крепости человеческих конечностей и крови. Это место было пристанищем сильных демонических сущностей и демон-принцев, которые не служили никому из богов хаоса и предпочитали держаться от них подальше. Здесь же была расположена и чудовищная Литейная, темное отражение миров кузнец, известная как Кузница Душ. Кузница Душ была постоянно окутана пеленой черного маслянистого дыма и воем бесчисленных измученных душ. На многочисленных производствах Кузницы вечно работали постоянно мутирующие демонические мастера, разжигая черный огонь душами проклятых, своими вопящими кузнечными мехами, в которых обитали легионы полуразумных, кошмарных существ. Каждый демон, каждый механизм и каждая душа подчинялись воле лишь одного существа, настоящего полубога, Ваштора Аркифана. И тот, кто поднимался на командную палубу, был не в восторге от предстоящей встречи. Двери, ведущие на мостик, открылись, и в зал вошла огромная фигура, опирающаяся на громовой молот. Все присутствующие на мостике почтительно приветствовали вошедшего. Кто-то из них ударил себя в грудь, кто-то склонил голову, ну а некоторые и вовсе пали на колени, пряча взгляд. Маркос Нарбадор ответил на приветствие лишь своим братьям, да и то те удостоились лишь короткого кивка, поскольку кузнец войны был не в настроении. Сделав несколько могучих шагов до командного трона, Нарбадор, остановился и смотря в никуда, тихо произнес. Когда-то у нас у всех была мечта. Мечта о единстве. И посмотри, куда она нас привела, господин. На задворке. И даже не на задворке Империума или Галактики, а чертового варпа. Такой дыры я в жизни не припомню. Язвительно прервал кузнеца капитан Хараган, стоявший за одной из консолей. Я подозревал, что за десять тысяч лет угрызения совести сведут нас с ума, но такого даже я не мог представить. Как ты часто любишь мне напоминать, Хараган? Мы предатели. А предателям путь на Марс закрыт. Где еще прикажешь искать умы и ресурсы для нашей столь амбициозной затеи? Где угодно. Хоть на лояльных мирах кузнецах, хоть на мирах темных механикум. Это всяко лучшее, чем лететь неизвестно куда. Да и тем более обращаться с этим делом. К нему. Я-то думал, ваша лояльная душа не позволит вам так низко пасть. Кузнец войны. Нарбадор лишь поморщился и никак не стал отвечать на выпад своего капитана. Возможно, из-за того, что в словах Харагана была доля правды. Кузнец войны ненавидел демонов и предпочитал не иметь с ними никаких дел. Однако судьба распорядилась иначе, и все, что ему оставалось, так это обратиться за помощью к могущественной демонической сущности. «А что мы вообще о нем знаем?» – спросил Хараган. «Немного. Про него мало кому известно как среди смертных, так и среди бессмертных. Поскольку на протяжении всей своей долгой истории существования он лишь несколько раз появлялся в реальном пространстве. Почему ваш Тор делает это столь редко, неизвестно. Но те, кто видел Аркифана, говорят, что даже неясный силуэт технодемонического призрака вселяет неописуемый ужас, а его появление предвещает кошмарную катастрофу. Даже его рождение окутано пеленой загадки. Некоторые утверждают, что он был создан в ходе безрассудной гонки вооружений Древней войны, охватившей галактику. Другие же считают, что он был рожден в Варпе или ужасами Темной Эры, или же наоборот. Он уже существовал на тот момент и был их покровителем. Третьи, в свою очередь, предпочитают, что Ваш Тор получил огромное влияние в Варпе, благодаря ряду технологических катастроф и событий, таких как появление некронов в том виде, в котором мы их теперь знаем. Проведение проклятого 21-го основания Адептус Астартес, и создание новой породы воинов, кощунства над трудами Императора, десантников Примарис. Так или иначе, доподлинно известно, что Ваш Тор никогда не был смертным, вознесшимся до демоничества. Ни демонической сущностью, служащей одному из Великой Четверки. Аркифан, хозяин кузницы душ и повелитель этой дыры. Ну или по крайней, большей ее части. Демонический полубог изобретателей, инженеров, ученых и ремесленников. Он – любопытство и новаторство, лишенное морали и доведенное до самых темных крайностей. Любой, кто достаточно смел или глуп, будь то смертный или демон, может обратиться к посредникам кузницы душ, чтобы заключить с Ваш Тором договор. Некоторые видят в договоре с древней сущностью быстрый путь к боевой мощи, который может позволить им достигнуть большей благосклонности своего божества-покровителя. Другие же подобным договором стремятся обойти духовные узы и затянувшийся позор, вызванный изгнанием из реального пространства. Каковы бы ни были причины каждого из них, Ваш Тор и его демонические посредники с радостью готовы заключить контракт. В обмен на оговоренную цену смертных душ, собранных и предложенных кузницы, сущность перековывается и превращается в гротескное слияние боевой машины и демона. Так, сущность, предложившей достаточное количество душ, может быть превращена в измельчитель душ, машину бедствия или адскую бомбарду. Другие же демоны, более отчаянные или имеющие меньше ресурсов для кузницы душ, просто на время попадают в рабство к Ваш Тору, мучительно срастаясь с нечестивыми машинами и пополняя ряды его подневольного демонического воинства. Отличительными отметками таких демонов являются ошейники, наручники, ритуальные цепи, которые становятся частью их новой формы, пока они остаются в долгу перед Аркефаном. В отличие от других демонов, Ваш Тору не свойственно лгать, хитрить или обманывать. Все его контракты содержат четкие условия. Вместо этого, он предоставляет мономаниакальной натуре демонов самой заманивать их в его сети. Ведь с каждым поражением подневольного существа растет и его долг за душу. И мало найдется демонов, которым удалось вырваться из рабства кузницы душ. Между тем, полезность гротескных боевых машин для демонических легионов губительных сил, а также опасность стать единственным богом хаоса, потерявшим верность Ваш Тору. Удерживают остальных темных богов от репрессий за потерю своих слуг, ведь Аркефан единственный торговец оружием в большой игре. К тому же он не служит ни одному из четверки, и в то же время является единственным ненадежным союзником для них всех. Однако деятельность Ваш Тору вызывает гнев других демонов. В первую очередь Белокора, еще одного независимого демона, который служит хаосу неделимому. Однако не только нейтралитет Аркефана сдерживает остальных демонов от конфронтации с ним. Помимо инфернальных воинств, которые он может призвать сражаться за себя, Ваш Тор сам по себе является пугающей мощной сущностью Варпа, перестраивая механизмы реальности по своему желанию, или паря над полями сражений в реальном пространстве среди бурь эмпирических молний. Аркефан – полубог темного искусства и порочных технологий. Он – демон упорядоченного и скурпулезного зла, чья воля также неумолима, как вращающиеся шестеренки великой и неостановимой машины. И несмотря на все, чего он достиг, Ваш Тор недоволен своим положением и стремится стать пятым богом хаоса. «Вот как? Как бы нам не стать разменной монетой в этой битве?» Задумчиво произнес Хараган. Если он не показывался тысячелетиями, так что же заставило его вновь проявить себя? Неужели великий разлом? Возможно, но вероятнее, что его, как ни странно, привлек лично Абаддон. В то время, как он повел свои воинства на Виджилус, другие силы предателей наносили удары по системам и мирам вокруг. Одной из подобных атак руководил варп-кузнец Васк, который напал на хранилище данных Адептус Механикус на Пергаматасе. По слухам, именно это нападение и привлекло внимание Ваш Тора, который после этого и появился на мостике Мстительного Духа. Хранилище на Пергаматасе привлекли и слуг Абаддона, поскольку были специально созданы Ордом Алеус для хранения запретных данных. Катастрофа на этой, скрытой ото всех Луне, началась с минутных скачков напряжения, которые продолжались в течение нескольких лет. Повреждения наносились так постепенно, что оставались незамеченными до тех пор, пока силовые кабели не оказались оголенными и изношенными. А их освещенные пластиковые оболочки не расплавились окончательно. Когда следующий всплеск энергии вызвал сигнал технического обслуживания, отреагировавший на него сервитор сам оказался в плохом техническом состоянии. В мозговых подпрограммах конструкта имелся рекурсивный сбой, и хотя его должны были давно утилизировать, его дефекты сочли незначительными, и было решено, что он еще может продолжать выполнять свои обязанности в течение нескольких дней. И поэтому, когда сервитор вытянул когти манипулятора и открыл смотровой люк в отдаленном туннеле, правая клешня киборга дернулась, ударившись об узел труб системы охлаждения, которые, постепенно разъедаемые изнутри кислотами, также имели фатальный дефект. Трубы разорвались под, казалось бы, случайным ударом когтя сервитора, и струя охлаждающей жидкости под давлением вырвалась из разорванной трубы залив сервитора и провода. Манипуле аварийного реагирования потребовалось 11 минут, чтобы добраться до места неисправности, и еще 4, чтобы срезать достаточное количество расплавленной массы, которая когда-то была сервитором, и добраться до смотрового люка. Но к тому времени перегрузка систем, питаемых этой силовой линией, уже сделала свое злонамеренное дело. В отсутствии автоматических систем резервного переключения, Магасы успешно разбудили вторичные системы, но было уже слишком поздно. В течение 5 минут и 15 секунд существование Пергаматроса было раскрыто любому, кто сканировал космос при помощи Ауспекса. И, конечно же, всего за несколько мгновений авгуры боевого корабля Черного Легиона Нераскаившийся получили целеуказание, после того, как их операторы обнаружили частичное возвращение сенсорных призраков и решили исследовать их. Нераскаившийся получил идеально чистые данные о местонахождении Пергаматроса, а также о его природе и намеках на богатство, которые тот скрывал. Однако Пергаматрос не был легкой мишенью. Защитные лазеры прикрывали все подходы к искусственной луне, а поверхность защищали пустотные щиты и адамантевая броня толщиной в фут. Легионы Скитариев были готовы сражаться насмерть за каждую опорную точку на ее поверхности, за каждую лестницу и инфоканьон под ней. Как и манипула Титанов класса Разбойник из Легио Маледиктус, также стоявший на Страже Луны. Однако варп-кузнец Васк знал все это, благодаря поразительной ясности предсказаний, полученных Авгурами своего корабля, и, соответственно, его силы были к этому готовы. Десантники Черного Легиона поддерживались отрядами отступников Пасти Бездны и Червей Агонии. К тому же с ним в бой отправлялась Магос Персифора Хэксон, под чьим командованием находились когорты Магосов, Скитариев и боевых сервиторов-мутантов. Также Темный Механикум предоставили десятки боевых машин и жутких военных кораблей для поддержки этой операции. После того, как оборонительные шахты Луны были уничтожены с орбиты, а генераторы щитов подверглись загадочному сбою, силы лоялистов осадили волны захватчиков-предателей, высадившихся на обоих полюсах Пергаматроса. В то время как стаи боевых машин, движимые изуверским интеллектом, опутали титанов класса Разбойник, легионеры и их союзники отбросили Скитариев назад, подавив сопротивление лоялистов. Однако Рейд не обошелся предателям даром, поскольку слуги Адептус Механикус сражались с фанатичным отчаянием. Тем не менее, они не могли помешать истребительным командам легионеров и магасов-предателей прорваться через шлюзовые люки и проникнуть в инфоканьоны. В последние часы битвы одна неисправная автодверь заперла магаса Минорис Джурега внутри давно заброшенного хранилища данных, который тот случайно нашел. Будучи одним из многих младших темных магасов, которым было поручено выведать секреты Пергаматроса для их хозяев, Джурег ускользнул от своих товарищей, следуя за странным следом варпа, который, похоже, обнаружил только он. Пока сопровождающая его группа сервиторов-убийц ломилась в неисправную дверь, чтобы освободить своего хозяина, Джурег оглядел пыльное хранилище и заметил глубоко в его тени святилище. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы снять оковы, сковывающие святилище и к тому времени, как его помощники-киборги разорвали дверь на части и добрались до него. Джурег уже держал в руках экземпляр причудливого дата тома, что был запечатан внутри святилища. При прикосновении к нему, его аугметические чувства магаса вздрогнули от шороха статических голосов, которые обещали падшему жрецу такие знания и силу, о каких он и не смог мечтать. Понимая, что его повелители скоро отступят на мстительный дух Абаддона, а ему придется вернуться к своей роли одного из бесчисленных рабочих, обслуживающих системы огромного корабля, Джурег решил тут же расшифровать секреты, сокрытые в этом фолианте, и использовать их, чтобы завоевать благосклонность Разорителя с помощью какой-нибудь хитрой демонстрации силы. Джурег переправил том из глубин Пергамотраса на мстительный дух, как того, по всей видимости, и желал Ваштор Аркифан, который практически сразу же после этого оказался на борту корабля. Никто не знает, как могла бы измениться судьба галактики, если бы Абаддон решил напасть на демонического нарушителя. Однако, по мере того, как тянулись напряженные секунды, мостик мстительного духа так и не превратился в поле битвы, несмотря на появление огромного существа. Вместо того, чтобы протянуть когти к возвышающемуся над ним полубогу, Абаддон вздохнул и заговорил. Первый капитан потребовал сказать, кем был Ваштор, какому из темных богов тот служил, что сделал с его кораблем, и каким образом группе культистов удалось так эффектно призвать Ваштора из варпа. Разоритель ожидал загадок и лукавства вместо прямого ответа на свои вопросы, поскольку, по его опыту, любой демон, не склонный к немедленной агрессии, непременно выкинет какой-нибудь трюк, или попытается посеять раздор. В конце концов, первый капитан имел дело с такими двуличными сущностями, как Белокор, и со многими другими демонами, каждый из которых считал себя гораздо более хитрым и могущественным, чем любой смертный. Поэтому Абаддон был удивлен, когда Ваштор ответил ему откровенно. Демон превозгласил себя повелителем кузницы душ, и был крайне возмущен вопросом о том, что не является ли он слугой какого-либо другого божества. Ярость, с которой было произнесено отрицание, заинтриговала Абаддона. Он услышал в его ответе эхо собственного сопротивления преклонению перед темными богами. И, вопреки всему, Раззоритель почувствовал, что его недоверие к этому странному демону начало ослабевать. Что же касается странных явлений, происходящих по всему Мстительному Духу, то Ваштор посоветовал Абаддону считать их подарком. Демон не скрывал и не извинялся за то, что если бы он хотел обратить механизмы боевого корабля против Абаддона и его последователей, то непременно бы это сделал. Вместо этого, Демон ремонтировал и даже улучшал корабль со сверхъестественной быстротой. Абаддон приостановил их непростую беседу, чтобы получить подтверждение этих утверждений по воксканалам, которые Ваштор очистил от искажений. Разумеется, сбитые с толку падшие магасы и варп-кузнецы подтвердили слова демона. И хотя некоторые демонические сущности были изгнаны со своих давних территорий, упорядоченные биомеханические системы, возникшие после их исчезновения, оказались гораздо более эффективными. По-прежнему, испытывая недоверие, первый капитан приказал своим самым опытным чародеям проверить каждый дюйм корабля на предмет любых признаков двуличности Ваштора и жестом приказал Демону продолжать. Культисты, как объяснил Ваштор, были ничем иным, как незначительными винтиками в его бесконечной машине. Они и все события, произошедшие вокруг них, были пустяковым примером власти, которую он мог оказывать на механизмы реальности. Абаддон был возмущен выводами демона и прямо ответил, что ему удавалось в течение десяти тысяч лет не преклонять колени ни перед одним из темных богов. И маловероятно, что теперь его обманом заставят встать на колени перед тем, кого он насмешливо назвал богом Кагитаторов. Однако капитан был удивлен, когда Ваштора, как ему показалось, позабавил этот ответ. Демон заявил, что не желает обмануть или заманить Абаддона в ловушку, заявив, что вместо этого он всего лишь ищет взаимовыгодный союз. Ваштор знал об охоте Абаддона за важнейшим фрагментом пророчества, который должен был привести его к оружию, способному изменить судьбу. На самом деле, как объяснил Ваштор, ученые Абаддона уже нашли ответ, но попросту не поняли, что это такое. После этих слов все экраны и кагитаторы на мостике замерцали и начали отображать пророчества вместо символов, которые проносились по ним раньше. «Во сне небо горит, звезды сияют достаточно ярко, чтобы заглушить тьму». Это были слова пророчества, которые так искал Абаддон. Ваштор утверждал, что способен истолковать его слова. Объединив свои легионы с легионами Абаддона, он сможет заставить события разворачиваться так, как им обоим будет выгодно. После этих слов, первый капитан стал более подозрительным, чем когда-либо, прислушиваясь к любому намеку на уговоры или, казалось бы, к пустяковым условиям предложенной сделки. Но Ваштор прямо заявил о своих намерениях, и их масштабы, как и амбиции демона, впечатлили даже Абаддона. Будучи полубогом в Варпе, Ваштор хотел большего. Он искал истинного апофеоза, чтобы стать пятым темным богом и всерьез присоединиться к большой игре. Ваштор верил, что его путь к божественности лежит через исполнение пророчества, и поэтому он был более чем готов помочь Абаддону в его долгой войне, дабы достичь своей цели. Разорителя это не убедило, поскольку он не слышал от этого демона ничего, кроме слов и громких заявлений. Невозмутимый Ваштор призвал Абаддона собрать настолько большой отряд, насколько он сочтет нужным, и отправиться с ним в соседнюю систему, на мир Магдалор. Там, как утверждал Ваштор, Абаддон увидит ценности их союза, а также получит то, что демон загадочно назвал следующим фрагментом ключа. Уверенный в том, что сможет сокрушить своего потенциального союзника, если тот окажется неправ, первый капитан согласился. Мир Магалдор, которым так заинтересовался Ваштор, находился под контролем десантников из Ордена Железных Ангелов, что захватили эту планету в начале 33-го тысячелетия после потери своей родной планеты. После завоевания они выдолбили вершину самой высокой горы Магдалора и построили внутри новую крепость-монастырь, которую назвали Короной Ангелов. Туда десантники поместили все свои драгоценные реликвии, которые им удалось спасти. За тысячелетия Орден потерпел огромные потери и потрясения. И когда флот Черного Легиона оказался на орбите Магадалора, численность Железных Ангелов оставляла желать лучшего. Тем не менее, они обладали огромным флотом и готовы были дать отпор. Что же касается Абаддона, то, когда он прибыл в систему, во шторе нигде не было видно, как, впрочем, того и ожидал Первый Капитан. Однако, Разоритель был рад уничтожить целый Орден космодесанта и не стал отказываться от атаки. Но, продвигаясь глубже внутрь Короны Ангелов, Абаддон обнаружил последствия странной резни. Космические десантники и слуги Ордена лежали среди окровавленных обломков разрушенных помещений. Бронированные переборки превратились в зубчатые пасти и пожирали тех, кто пытался их защитить. А сервиторы мутировали и превратились в кошмарных монстров. К тому же, Абаддон повсюду видел характерные брызги эктоплазмы и синюшные шрамы, оставленные варп пламенем. Кто-то другой уже вырвал сердце из Короны Ангелов и Первый Капитан подозревал, кто это мог быть. Его войска встретились со скованными демонами и боевыми машинами-мутантами из войска Ваштора недалеко от сердца крепости. Здесь магистр Ордена Железных Ангелов и последние воины Первой Роты держали оборону, защищая Реклюзиам и Апотекарион. Не теряя времени, Абаддон повел своих элитных воинов и бармучущие орды демонов в атаку, желая поскорее разделаться с лоялистами. Последовавшая за этим битва добавила бы немного благородных записей в аналы Железных Ангелов, если бы кто-нибудь из них выжил и сохранил их. Однако, когда злобные сущности начали вырываться уже из механизмов Апотекариона, Реклюзиар Харзен не выдержал и повел воинов в яростную контратаку, которая могла бы полностью очистить помещение, если не Ваштор, лично раздавивший непокорного капеллана своим молотом Кузницы Душ. В то же время Раззоритель скрестил клинки с Магистром Ордена и, конечно же, вышел из этой схватки победителем. После битвы Ваштор и Абаддон бок о бок вошли в Реклюзиам, усыпанный трупами лоялистов. Демон проигнорировал драгоценные гобелены и светящиеся клинки, вместо этого остановившись перед высокой мраморной колонной, защищенной силовым полем. Абаддон вопросительно посмотрел на колонну. А затем на Ваштора. В свою очередь демон просто поманил объект и силовое поле, окружавшее его. Содрогнулось, а его мягкий золотистый свет сменился дымчато-коричневым, когда генераторы силового поля выпустили извивающиеся металлические усики из плоти и послушно побежали в сторону Ваштора, унося с собой колонну. Похоже, это и был заветный приз, за которым Ваштор пришел на Магдалор. После нескольких часов переговоров с демоном, Абаддон узнал, что колонна была фрагментом так называемого ключа, восстановление которого поможет как Ваштору, так и разорителю. В течение следующих нескольких месяцев, Черный Легион под руководством Ваштора начал собирать и перестраивать огромные космические скитальцы, потратив много дней на очистку этих конструкций от различных врагов и понеся тяжелые потери в процессе. Ваштор использовал свое техноколдовство, чтобы еще больше развратить захваченные скитальцы. Различные чемпионы Хаоса, которыми командовал Абаддон и прочие лорды, которых Разоритель считал своими союзниками, были назначены капитанами этих возрожденных скитальцев, которые вскоре стали известны как Ковчеги Предзнаменования. Основной задачей этих судов была атака миров по всей галактике и поиск дальнейших фрагментов Ключа. О знакомстве Абаддона с Ваштором мне стало известно со слов наших новых друзей из Альфа-Легиона, как и дальнейшие похождения демонов. Пока Ваштор трудился над новыми Ковчегами, уже существующие начали свой опустошающий поход по галактике, с переменным успехом атакуя планеты и подвергаясь нападению как лаэлистов, так и предателей. Сам же Аркифан вновь появился лишь после того, как демонический примарх Ангрон уничтожил планету Малкабаэль. Ваштора привлекло устройство, находившееся на планете, известное как Хоральная Машина. Шагая по обломкам планеты, Ваштор нашел разбитое устройство, которое после атаки Ангрона превратилось в великую руну Кхорна. Уничтожив находящийся неподалеку Ковчег стигийское сердце, Ваштор сформировал из него лестницу и пошел туда, где некогда находилось ядро планеты. Зачерпнув каменную массу из ядра, Ваштор открыл портал Варп и исчез. После уничтожения Ангроном флота крестового похода Квартус у Малкабаэля, Ваштор решил начать собственный крестовый поход, желая напасть на скалу, мобильную крепость Монастырь Темных Ангелов и одной из самых грозных крепостей Империума, в которой, как он считал, находится еще один фрагмент Ключа. Однако Аркифан не стал решать столь важную задачу в одиночку. Используя союз с Абаддоном, он получил под свое командование несколько флотов и воинств Черного Легиона под командованием Ксарфаса. Также к нему присоединились железные войны, предоставленные непостоянным союзником Ваштора Пертураба и войско Несущих Слова, что встали во главе его собственного воинства из культистов и демонических машин, известного как Культ Аркифана. Ваштор лично возглавил атаку, следуя впереди флота на личном ковчеге, известном как Орак Освобожденный. Используя изуверский интеллект своего ковчега, Орак Мириад, Аркифан смог обнаружить скалу и флот сопровождение, после чего разработал план засады на Темных Ангелов. Он полагался на инфернальное варп-оружие, известное как Порабощенный, которое имело достаточную силу для уничтожения массива пустотных щитов крепости монастыря Эгиды Гаргона. Ваштор напал на Темных Ангелов в тот момент, когда их флот мчался на помощь осажденной силами Хаоса планете Предел Марвента. Флот предателей материализовался из варпа в заранее выбранных для засады позициях и обрушил на корабли Темных Ангелов карающий орудийный залп. Быстро среагировав, главный библиарий Эзекиль передал командование флотом Самаэлю, а сам попытался направиться к пределу Марвента, чтобы соединиться с оперативной группой 12. Самаэль же должен был рассредоточить корабли и начать отступление. Однако флот Темных Ангелов уже после первого обстрела понес большие потери. Боевые корабли Месть, Тихий Страж, Рев Примарха, Обсидиановый Меч и Доблестный Гнев были уничтожены, в то же время на фрегате Торжественная Клятва отказала Поле Геллера и тот был поглощен демонами. Но не только Темные Ангелы понесли потери. Так отряд Рыцарей Крыла Смерти смог проникнуть на борт Гранд Крейсера Предателей Вандабраксис и взяв под контроль его орудие уничтожить судно. Тем временем неумолимое правосудие извергло волны черных истребителей Крыла Ворона, которые смогли уничтожить несколько кораблей Предателей. А Скала и ее эскорт сумели вывести из строя четверть кораблей Ваштора. Но в итоге попытки Лоялистов оказались тщетными и они не смогли предотвратить высадку отступников на борт Дома Темных Ангелов. После того, как флот Темных Ангелов был рассеян, Скала оказалась один на один с Ораком освобожденным. Используя гигантские энергетические проекторы, установленные на кораблях сопровождения гибельного флота, Ваштор атаковал Лоялистов со своего Орака. Пушка, установленная на борту Ковчега, объединилась с другими энергетическими проекторами и выпустила мощный поток варп-энергии, который вывел из строя пустотные щиты Скалы. После чего флот Аркифана выпустил рой десантных кораблей и абордажных торпед, и Скала была взята на абордаж. На борту крепости верховный грандмастер Азраил назначил Белиала главнокомандующим обороны Скалы, в то время как и Эзекиль, Лазарь, Осмодей и сам Азраил отправились в коридоры Скалы, чтобы превратить их в поля смерти. Но, несмотря на масштаб штурма, Ваштор понимал, что ему вряд ли удастся полностью захватить Скалу или уничтожить Темных Ангелов. Однако, это и не было его целью. Он просто хотел отбросить Темных Ангелов назад, чтобы проникнуть в глубины Хранилищ Скалы и получить искомый приз. Битва за Скалу разделилась на два разных театра войны. Первое сражение происходило на каменистой равнине, окружавшей центральный командный шпиль Скалы, известный как Башня Ангелов. Здесь Железные Войны и бронетехника Черного Легиона вместе с полчищами демонических машин двигались по поверхности Скалы, угрожая стратегиуму Белиала и аварийным генераторам пустотных щитов. Белиал приказал бронированным передовым подразделениям вместе с отрядом Библиариев и лэндспидерами Крыла Ворона выйти на поверхность и оттеснить предательскую бронетехнику. Однако вскоре стало понятно, что предатели не намерены пробиваться дальше и довольствуются тем, что заставляют силы Белиала оставаться на месте. Второй же и самый важный театр боевых действий развернулся в глубине Скалы, где Аркифан и его абордажные отряды пытались получить то, за чем пришли. Здесь быстро перемещающиеся подразделения из восьмой и десятой роты темных ангелов предпринимали попытки контратаковать каждую новую точку прорыва, а тем временем многослойная оборона, созданная из оставшихся сил, защищала важнейшие перекрестки, коридоры, лифты и другие помещения. Первоначально бой представлял собой беспорядочную гонку, во время которой в обороне темных ангелов образовывалась одна брешь за другой. Перед лицом ошеломляющих атак хаоса, возглавляемых терминаторами Черного Легиона и демонами, призванными несущими слово, отряды Темных Ангелов понесли тяжелые потери. Но их жертва позволила создать второй рубеж обороны, в первую очередь вокруг Хранилища Знамен, под командованием капеллана Асмодея. Здесь Асмодей во главе 50 братьев отразил четыре последовательных штурма предателей, а в то же время в шепчущем куполе Дредноуты и Опустошители Темных Ангелов вели ожесточенную борьбу с Железными Войнами и Кузнецом Войны Характом. И хотя Темные Ангелы одержали несколько локальных побед, стало очевидно, что основное продвижение сил Хаоса к Запретным Вратам и Лестница Вознесения, возглавляемая самим Ваштором, остановить не удастся. С помощью Ксарфаса и Темного Апостола несущих слово Гархатона, Аркифан призвал огромные полчища демонов, которые воплотились в Материуме и устремились в самое сердце скалы. В ответ на это Лазарь развернул силы Темных Ангелов в галерее Абскандаэля, пока Азраил отступил за элитным подкреплением. Вскоре Азраил и внутренний круг вместе со своими силами появились у южной стены Галериума Эскотор на равнинах перед Безымянными Вратами. Сражаясь с демонами и десантниками Черного Легиона, Азраил заявил, что ни один враг не сможет пересечь Безымянные Врата. Последовавший за этим возгласом ожесточенной схватки, Азраил убил Ксарфаса и после гибели своего лидера легионеры отступили, оставив в качестве прикрытия демонов. Однако именно в тот момент прибыл Ваш Тор со своими силами. Пока Языкиль сдерживал полчища демонов, а Лазарь удерживал врата, Аркифан встретился в бою с самим Азраилом. Битва перед Безымянными Вратами была особо жестокой, а когда Ваш Тор взломал вокслы и листов и заполнил частоты помехами, тем самым заставив многих темных ангелов снять шлемы или сойти с ума, битва и вовсе превратилась в резню. Как только Аркифан и Азраил обменялись ударами, стало ясно, что темный ангел не сможет выиграть бой, несмотря на все свое мастерство. Однако, что-то отвлекло Ваш Тора, и Азраилу удалось не только ранить демона, но и отступить в ряды своих. Тем временем, в пустоте скала приблизилась к пределу Марвента, и Белиал наконец-то покинул стратегиум в башне ангелов, чтобы самому выйти на поле боя вместе со свитой рыцарей крыла смерти. Именно в этот момент, то, что отвлекло Ваш Тора, дало наконец о себе знать. Все огни на борту скалы погасли, а тени начали танцевать. Падшие вместе с новыми подразделениями несущих слова и Альфа-легиона вышли из этих теней и двинулись вперед, возглавляя новое, неожиданно проявившее войско. В то же время у башни ангелов появились рыцари хаоса, дома Корвакс, атакую бронетехнику как лоялистов, так и предателей. Это странное войско возглавлял Белокор, первый принц и ненавистный враг Ваш Тора. По всему галериуму Эскотор поднялся страшный шум, поскольку битва превратилась в трехстороннюю кровавую бойню. К счастью для имперцев, появление демонов позволило ему крепить свои позиции и восстановить стратегическое превосходство, поскольку среди окружающего их хаоса Ваш Тор и Белокор начали смертельную дуэль. После продолжительной схватки, истощив энергию ближайших механизмов и пустотных щитов, Ваш Тор смог собрать достаточно энергии, чтобы одолеть тени Белокора. Однако Темный Повелитель все еще насмешливо ухмыляясь, укорял Аркифана за гордыню. Белокор заявил, что теперь все, что делал Ваш Тор не имеет смысла, ибо они все будут убиты, и чтобы это понять, не нужно быть пророком, достаточно лишь посмотреть в пустоту и увидеть, что оперативная группа 12 наконец-то прибыла на помощь Скале. Как затем выяснилось, Белокор изначально спланировал вторжение на предел Марвента, чтобы заманить Ваш Тора в ловушку. Когда флот под командованием Тигурия приблизился достаточно близко, рыцари Дома Ворона высадились на скалу и вступили в бой со своими коллегами из Дома Корвакс, в которой патриарх Дома Ворон Греван смог лично расправиться с рыцарем-предателем класса Тиран. В это же время прибывшие Ультрамарины и Новомарины начали наступление на поверхность скалы, а Тигури лично возглавил основную атаку на десантников Черного Легиона, сражающихся с бронетехникой Темных Ангелов. К этому времени Самоэль успел повернуть войну в пустоте в свою сторону и соединился с флотом Тигурия. Однако Белокора это мало волновало, ведь он и не собирался становиться на чью-либо сторону в войне за скалу, а лишь хотел разрушить планы Ваштора. В ярости Ваштор призвал огромную силу и, взяв под контроль множество ближайших орудийных батарей, обрушил шквал огня, что уничтожил множество боевых машин, воинов и тяжело ранил самого Белокора. Яростно вопя Белокор исчез в варпе, после чего исчезли его ученики. Именно в этот момент Темные Ангелы и их подкрепление обрушили всю свою ярость на уцелевшей силы Ваштора. Аркифан понимал, что все потеряно и с яростью думал о том, что его планы рухнули. Он приказал уцелевшим боевым кораблям спуститься к скале и вывести оттуда оставшиеся силы. Лишь немногие предатели были спасены. Сам же Ваштор телепортировался обратно на борт Орака Освобожденного и покинул зону боевых действий. После битвы брошенные космодесантники попали в плен к Темным Ангелам и после многочисленных допросов рассказали, что Ваштор намеревался бежать к звездам Сомниума. Хотя, как лоялисты поняли в дальнейшем, на самом деле побег был лишь частью нового плана, разработанного Аркифаном. Тем временем агенты Ваштора из Альфа-Легиона под командованием Лорда Гласса искали древний истребитель Темных Ангелов, в котором находился один из фрагментов Ключа. И хотя им пришлось столкнуться с орками, Тау и Пожирателями Миров, легионеров ждал успех, поскольку они нашли часть Ключа раньше всех и, что главное, раньше Лорда Берсеркеров у Галакса. После нападения Ваштора на Скалу Темные Ангелы и другие части Непрощенных собрались с силами, чтобы узнать о крепости Аркифана и покончить с демоном раз и навсегда. В итоге три четверти всех сил Непрощенных были собраны в огромной мобильной крепости монастыре и после небольшого совета они решили отправить к звездам Сомниума разведчиков. Как только разведывательный флот Крыла Ворона вернулся свистями о поджидающих их армадах предателей в системе Делатроса, Темные Ангелы узнали, что в засаде их ожидал не только культ Аркифана и Черный Легион, но и Дети Императора, Гвардии Смерти и Несущее Слово. Но самым крупным соединением был гибельный флот под контролем Темных Механикум, который был усилен ковчегом под названием Клинок Незримого Мира. К тому же на пути Темных Ангелов систему Делатроса состояло множество других периферийных флотов Хаоса, и Азраил объявил, что для борьбы с этими врагами в системы Скрилем и Апостра должны отправиться такие ордена, как Стражи в Капюшонах, Клинки Возмездия и Хранители Завета. Сама же Скала и сопровождающий ее огромный флот отправились в систему Делатрос, где Лоялисты обнаружили неожиданное отступление сил противника, однако один пункт из донесения разведчиков Крыла Ворона остался неизменным. На пути Темных Ангелов действительно находился огромный гибельный флот. Несмотря на то, что у Лоялистов было значительное преимущество в численности, силы Аркифана имели преимущество в виде инфернальных технологий Ваштора, а также в том, что их оружие, по-видимому, было усилено силой звезд Сомниум. Вскоре Темные Ангелы и их союзники понесли большие потери, а несколько больших кораблей и вовсе были уничтожены залпом высокотехнологичного оружия Ваштора. Так Ковчег Клинок Незримого Мира смог уничтожить целую эскадру фрегатов учеников Калибана, а также два ударных крейсера. Не желая отступать, Темные Ангелы начали абордажи нескольких кораблей предателей и уничтожили их изнутри. Находясь в стратегиуме на борту Скалы, Азраил и его внутренний круг решили, что Клинок Незримого Мира просто тянет время, чтобы выиграть время для подкреплений, на которые наследники Первого Легиона устроили засады в периферийных системах. Магистр Самаэль возглавил отряд Крыла Ворона, высадился на борт Клинка Незримого Мира со своего флагманского корабля Неумолимое Правосудие. К нему присоединилось подкрепление из нескольких ударных сил других орденов, а крупные корабли поддержки один за другим выводили из строя двигатели Ковчега. Однако уничтожил огромное судно Редутабль и серьезно повредил еще пять кораблей. К моменту отхода Темных Ангелов Клинок Незримого Мира представлял собой разбитую вдребезги пустотелую развалины. Удовлетворенный этим зрелищем, Азраил приказал своему флоту перегруппироваться и направиться к своей истинной цели в Аштору. Прошло несколько часов с тех пор, как флот Темных Ангелов продвинулся вглубь системой Далатрос, обнаруживая лишь разрозненные признаки присутствия врага. За это время технодесантники обнаружили лишь загадочный варп-резонанс, который, похоже, становился все сильнее. Хотя его назначение было невозможно определить, он начал вмешиваться в работу механических систем и даже впиваться в сознание тех, кто находился на борту флота Лаэлистов. Наконец, Темные Ангелы увидели то, что строил Ваштор. Механическое чудовище, размером с планету, созданное по адской варп-технологии. Ужаснувшись, Азраил понял, что Аркифан отыскал и модифицировал остатки древней Родины Темных Ангелов Калибана. Силы Хаоса назвали эту мерзость Вирмвудом. Хуже того, здесь был Абадон-Разоритель и многочисленный флот Черного Легиона, что появились из субизмерения Варпа, созданного с помощью инфернальных технологий Ваштора. Верховный Грандмастер приказал своему флоту предпринять полномасштабную атаку на извращенное Ваштором наследие Темных Ангелов и лично возглавил атаку на руины Калибана. План Темных Ангелов заключался в том, чтобы очистить основной континент от орбитальной защиты и позволить Скале и сопровождающему ее флоту осуществить Экстерминатус в масштабах невиданных со времен Ереси Хоруса. На поверхности Вирмвуда десантники встретились не только с легионерами, но и с демонами, демоническими машинами, проклятыми скитариями и культистами. С боями наследники Темных Ангелов добрались до бастиона предателей, названного Темным Собором, а Азраилы его собственные силы нанесли удар по континентальной мега-структуре, известной как Дворец Варп Кузницы, которую техно-десантники посчитали неким Телепортарием. Там же хранились и собранные силами Хаоса фрагменты ключей. Вместе с Эезекилем, Белиалом и Осмодеем Азраил нанес удар по дворцу, в то время, как Ангелы Искупления, Стражи в Капюшонах и Хранители Клинков проводили отвлекающие атаки. После многих кошмарных часов сражений, во время которых Ангелам пришлось столкнуться с демон-принцем Паралаксом, Азраил и его свита наконец достигли сердца дворца Варп Кузницы. Там они обнаружили алтарь из руин Калибана, на котором были выплавлены фрагменты ключа. Однако на алтаре стояло огромное медное светилище Кхорна, которое защищали Пожиратели Миров и дом Башкар. А в центре алтаря находился огромный круг призыва, из которого вышел Ангрон, примарх Пожирателей Миров. На орбите Темные Ангелы начали столкновение с флотом Абаддона, возглавляемым Мстительным Духом и Гибельным флотом Ваштора, возглавляемым Ковчегом Предзнаменования Араком Освобожденным. Флот Наследников возглавил Великий Магистр Накир из Осветителей. Однако корабли Лоэлистов, оказавшись зажатыми между Вирмвудом и Армадой Хаоса, стали Легкой Добычей. Поэтому Абаддон и Фалькус Кибре возглавили абордаж флагманского корабля Крыла Ворона Неумолимое Правосудие, в результате которого корабль был уничтожен, а его останки упали на флот Лоэлистов, после чего варп-двигатель корабля взорвался, опустошив флот Темных Ангелов. Но, к счастью для них, вскоре в систему Далатрос прибыла Армада Кровавых Ангелов и Имперского Флота под командованием Данте. Не понимая, как союзники узнали о Крестовом Походе Темных Ангелов, Накир, тем не менее, обрадовался их прибытию. Однако, как до сих пор не было известно никому из присутствующих, Данте сопровождал Лев Эль Джонсон, недавно возрожденный Примарх Темных Ангелов. Доверив сыну Императора выполнение его задания, Данте приступил к реализации собственного плана и направил корабли Имперского Флота усиливать оборону Скалы, в то время, как его собственный флот вступил в отчаянную орбитальную схватку. Прибыв на место, Данте с гордостью объявил о возвращении Льва Эль Джонсона, что вызвало полное недоверие и шок у всех наследников Темных Ангелов. Накир засыпал Данте вопросами и клятвами, после чего заявил, что теперь он в долгу перед Кровавыми Ангелами, который никогда не сможет вернуть. Совместными силами Накир и Данте попытались стабилизировать отчаянную ситуацию на орбите, но увидев приближающийся флот Кровавых Ангелов, Абаддон приказал своим кораблям отказаться от текущих боев и перестроиться для контратаки. Ваштор же, в свою очередь, был раздосадован появлением новых кораблей, но не успокоился. Он реорганизовал свои корабли и повел рак освобожденного к скале. Оказавшись в пределах досягаемости скалы, Ваштор, используя свое технологическое мастерство, установил контакт с тем, к чему стремился все это время. Древним устройством Тулулхой, которое было помещено на скалу тысячелетия назад. Ваштор уже имел в своем распоряжении родственные устройства механизмы Ураборос и Чумное Сердце, а с помощью третьего и последнего он мог создать машину Диссонанса, чтобы с помощью ключа получить доступ к Хранилищу Древних, созданному еще во времена Войны за Небеса. После краткого диалога Ваштор и Тулулха исчезли в ином мире, чтобы вместе появиться в карманном измерении в сердце Вирмвуда, рядом с Ураборосом и Чумным Сердцем. Наконец, Аркифан имел все необходимое, чтобы завершить свою работу, постройку машины Диссонанса, однако его телепортация привела к уничтожению Орака Освобожденного, вместе с его изуверским интеллектом Ораком Мириадом. После уничтожения Ковчега, флот Хаоса на орбите оказался сильно уступающим в численности, а скала и корабли Имперского флота устремились вперед, стремясь усилить контингент Темных и Кровавых Ангелов у Вирмвуда. В то же время на поверхности планеты разгорелась кровавая схватка между Лояльными Императору Десантниками и Пожирателями Миров, которых поддерживали Демоны и сам Ангрон. Если бы Лев не прибыл вовремя, несомненно, Ангрон смог бы истребить всех своих противников, однако он был побежден своим братом. После победы своего отца лояльные десантники начали отступление, прорываясь сквозь орды демонов, и когда они наконец оказались на орбите, скала открыла огонь по Вирмвуду и, похоже, нанесла решающий удар по руинам Калибана. Но несмотря на то, что к этому времени лоялистам удалось уничтожить Вирмвуд и оттеснить флот Абаддона, силы Азраила и Данте понесли огромные потери. Лев также пробился обратно на орбиту и объявил Павоксу, что оставаться в окрестностях Вирмвуда небезопасно, поскольку предатели пробудили нечто в ядре планеты, и теперь это нечто не в силах уничтожить даже скала. Азраил и Данте отдали приказ о всеобщем отступлении, а на борту мстительного духа Абаддон почувствовал не только удовлетворение от огромных потерь, которые он нанес своим врагам, но горечь от появления еще одного лояльного примарха. Именно тогда Ваштор установил связь с Абаддоном, сообщив, что ему удалось создать машину диссонанса и пробудить ключ. Теперь, используя Вирмвуд, они смогут завладеть замком, а вместе с ним и оружием. Вскоре после этого невредимый, как оказалось, Вирмвуд разорвал завесу самой реальности и погрузился в ее бурлящую бездну. И несмотря на возвращение Льва Эль Джонсона, победа была за Абаддоном и Аркифаном. Ваштору удалось собрать фрагменты ключа, и теперь он стремился найти замок, чтобы получить оружие. Я повторюсь, мы действительно собираемся встретиться с этим существом и заключить с ним сделку. Или, может быть, и вовсе примкнем к его войску, став частью культа Аркифана. Недовольно произнес Хараган. На минуту он замолчал, после чего с упреком произнес «Как же низко мы пали, кузнец войны». «Как и ты, Хараган, я опасаюсь Ваштора и не собираюсь пополнять его армию. Но после того, что я только что рассказал, ты действительно думаешь, что он будет на планете? Мне кажется, максимум, на что мы можем рассчитывать, так это навстречу с одним из его кузнецов, с которым сможем заключить выгодную сделку». «Как бы нам потом не пожалеть об этом, не хотелось бы, чтобы меня, как капеллана Железных Ангелов, размазал по земле молот Ваштора. Я не изменю своего мнения, но подчинюсь приказу. В конце концов, я об этом еще ни разу не жалел. Может быть, повезет и на этот раз. Пойду. Распоряжусь подготовить десантные корабли к высадке». Развернувшись на месте, капитан Железных Войнов ушел. И, хотя Нарбадор лично отдал приказы о подготовке кораблей, он не стал останавливать своего самого верного сторонника, понимая, что ему нужно переварить полученную информацию. Без ума от наших выпусков знай? Тогда присоединяйся к нам на Бусти. Точно не пожалеешь. Редактор субтитров Корректор А.